Привет, друзья! Добро пожаловать на новый урок курса. В нем мы поговорим об особенностях разработки и дебага мини-приложений на мобильных устройствах, а также фичах, доступных в VKUI для увеличения ощущения нативности ваших приложений. Под нативностью я подразумеваю такую функциональность, которая специфична для той или иной платформы и применима только к ней. До этого времени мы умели запускать наше приложение только через браузер, чтобы наблюдать за изменениями и отлаживать наш код. Однако основной платформой наших пользователей является нативный клиент для Android и iOS. А потому, чтобы видеть полную картину, нужно иметь возможность запускать наше приложение во время разработки на мобильном устройстве. Давайте не будем затягивать и приступим к необходимым для этого действиям. Прежде всего нам понадобится утилита для командной строки под названием VKTunnel. VKTunnel – это утилита, которая позволяет сделать ваш локальный сервер публичным, предоставляя URL с HTTPS, чтобы соответствовать требованиям ВКонтакте для ссылок приложения на мобильном клиенте. Для ее установки выполните команду, указанную на слайде. После установки зайдите в командной строке в корневую папку с кодом приложения. Запустите сервер для разработки, если он еще не запущен. Когда сервер запущен, вы можете запустить VKTunnel при помощи команды на слайде. При первом запуске в терминале будет предложено перейти по ссылке в определенном формате для авторизации. Откройте ее в браузере, вернитесь в командную строку и нажмите Enter. После успешной авторизации в командной строке появится другая ссылка, как на слайде. Укажите ее в поле URL для разработки в управлении вашим мини-приложением для дальнейшей работы. Сохраните изменения и попробуйте открыть это приложение на мобильном клиенте. Для удобства вы можете скопировать ссылку на приложение и отправить себя в избранные сообщения. Вы увидите, как в командной строке начнет генерироваться лог запросов, которые проксируются к вашему локальному деф-серверу. Если вы это видите, значит все получилось, и приложение запустится в ближайшее время. Сгенерированная ссылка будет время от времени меняться, и вам придется каждый раз обновлять ее в настройках. Чтобы избежать этой ручной работы, мы можем создать файл конфигурации. В корне вашего проекта создайте файл с названием vk-tunnel-config.json и следующим содержимым, как на слайде. Обязательно замените AppID на ID вашего приложения ВКонтакте. Apoly Endpoints отвечает за места, в которые будет подставлена сгенерированная ссылка в настройках приложения. Помимо туннеля, есть еще одна полезная утилита, которая поможет вам в отладке и разработке мини-приложения. Это Eruda. Она заменяет нам доступ к привычным инструментам разработчика в настольных браузерах. Включить ее вы можете в настройках приложения ВКонтакте, поставив галочку, как на слайде. Теперь при запуске приложения через туннель на мобильном устройстве вы увидите полупрозрачную кнопку с шестеренкой, нажав на которую откроется привычная вам консоль. Помимо консоли, там присутствуют и другие уже знакомые вам разделы. Эта утилита, к сожалению, не тянет на полную замену инструментов разработчика в браузере, но является хорошим помощником. Также еще хотелось бы обратить ваше внимание на такие фичи VKUI, как Swipeback и Pull-to-Refresh, призванные добавить еще большего ощущения нативности вашему приложению. Описывать всех деталей я не буду, но вы можете найти исчерпывающую документацию к ним по ссылкам на слайде. Итак, в этом уроке мы запустили наше мини-приложение на мобильном устройстве при помощи VK Tunnel. Попробовали утилиту Eruda для дебага при разработке и узнали о функциях, которые улучшат пользовательский опыт и повысят ощущение нативности у мини-приложения. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем уроке. В нем вы узнаете о пуш-уведомлениях. Пока!